Привет, ребзя! Что? Это не реклама. Ладно, это реклама. Часто ли у вас бывала такая ситуация? Заходите в супермаркет, покупаете пачку печенья, идёте домой и кушаете его. И печенье такое офигенное, вкусное. Знаешь, ну, вроде бы обычное печенье, но что-то в нём есть волшебное, что хочется его кушать и кушать. Пару вкусных печенек оставляйте, чтобы скушать после ужина с чайком. После ужина скушайте и получаете ещё одно удовольствие. В самый раз. Больше не нужно. Меньше было бы мало, но вот это в самый раз. Две печеньки после ужина. И печенье настолько порадовало вас, что вы даже решили почитать состав. Почему бы и нет? Читайте состав, а там в составе написано, что в составе помимо муки, сахара, фруктозы и глютамата говно. Нет, давайте так! Вообще ничего нет, кроме говна в составе. Там написано сладкое говно, мучное говно, глютаматное говно. Ну, вы поняли, да? У меня с фантазией небольшие проблемы. Сейчас утро просто и как бы всё плохо. И вы такой, ну и ладно. Я, в общем-то, не сильно переживаю. Мне, в общем-то, пофигу. Но сами-то мозгом понимаете, что другим-то, которые не такие сумасшедшие извращенцы, панки, как вы, может быть, не так пофиг. Для этого и существует это приложение. Не непосредственно с говном, а вообще по поводу всего. Как оно работает? У этого приложения существует огромная база различных продуктов. И чтобы почитать независимые комментарии и мнения об этом товаре, вы просто фоткайте штрих-код, заходите и читаете. А если его нет, то добавляйте и пишите о нём что-нибудь. И оставляйте свой комментарий. И в ситуации, которые я описал ранее, это бы очень помогло, потому что парень бы проверил этот товар, почитал, что о нём пишут, и, возможно, не купил бы эту упаковку, а купил бы коробку. Ну, как вы поняли из сюжета, он довольно странный чувачок. И это приложение бы ему помогло. Но не психически, естественно, потому что, в общем-то, там уже сложно что-то исправить. Устанавливайте это приложение, пользуйтесь, пополняйте каталоги мнения. Удачи! Я бы хотел печенье заказать, такое, на вкус специфический, чтобы это в тайне оставалось. Субтитры сделал DimaTorzok